Веселая музыкальная история о приключениях молодого человека, который никак не мог выбрать невесту зрителям, напомнила картины современности. Старинный русский водовиль пришелся к месту и ко времени. Эти проблемы актуальны и сегодня. Театральное направление в школе искусств появилось недавно, но уже завоевало любовь учеников. Всегда все в этой жизни происходит еще и благодаря его величеству случаю. И ко мне вдруг в кабинет пришла женщина. Видно, что она из мира искусства. Я ее с интересом приняла у себя в кабинете и поняла, что у школы будет еще одно направление, как только я увидела Наталью Валерьевну примак. Потому что это совершенно удивительные энергии человек, высокого такого творческого запала, творческого полета. И мне сразу стало понятно, что, в принципе, вот как говорят, что историю делают все-таки личности. И также и это театральное направление тоже было открыто благодаря личности Натальи Валерьевны примак. Классический водовиль «Беда от нежного сердца» поставлен соблюдением всех канонов «Живой аккомпанемент», «Пение, танцы и слово». Старинный русский текст. Над ним работали с особой тщательностью. Мне домой 17 лет, не спросите любого, Ветерурь и лучи нет, уйди в тябово. Мы много занимаемся речью с ними, занимаемся пластикой, занимаемся вообще словом. То есть пониманием того, что такое слово. Потому что, знаете, как говорят современные люди, они же плюются в основном текстами. Поэтому в этом плане цель достигнута, безусловно. Актеры волновались, ведь для каждого, кто в этот день играл на сцене, это дебют, проба своих сил и возможностей. Ну, на самом деле, роль очень сложная. Она как бы должна быть и скромной, и твердой, вот прям, ну вот, чтобы был характер. Но не так уж и много, так сказать, я репетировала ее. Аплодисменты, цветы и громкое браво, премьера старинного русского водевеля состоялась. Были некоторые неточности и шероховатости, но в целом, по мнению режиссера театральной студии, сверхзадача достигнута. Актеры справились с заданием на отлично. То, конечно, ребята молодцы. Потому что у нас не так много занятий все-таки. Это же старшие ребята, они занимаются, у нас такие, знаете, как воскресная театральная школа. Мы занимаемся раз в неделю, но так подолгу. Но все равно за это время сделать водевель, ну, я считаю, что это здорово. Тем более, что у нас была проблема чисто, так сказать, такая, ну, житейская. У нас мальчик, который играл папу, заболел, сломал руку. И вот Валера, которого вы сегодня видели, он, конечно, безумно волновался, потому что вообще он был дублером Александра. И вдруг он попал совершенно в другую ситуацию. Он играл папу, и, конечно, ну, это волнение, конечно, сказалось. Но мне кажется, что, я думаю, что все равно надо всегда радоваться, когда дети приходят в театр, когда они получают от этого удовольствие. Студия только начинает делать свои первые шаги впереди. И у режиссера, и у актеров большие планы. Новые работы и новые премьеры. Мария Шматкова, Константин Королев, телекомпания «Одинцова».